МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поводом, конечно же, послужила недавняя трагедия в Сегеже. Я напомню, что недавно там убили сверстники же, убили 15-летнего Влада Румянцева. Максим Викторович, вот когда вы узнали об этой страшной истории, вот вы как учитель, не знаю, как отец, просто как человек, о чем в первую очередь подумали? Ну, к сожалению, о том, что это может стать тенденцией. Учитывая, что недавние события произошли в Москве, а сейчас события у нас в республике Карелия, и учитывая, что не очень большой промежуток времени, как бы это ни стало некой такой вот очень частой новостью о том, что вот происходит такая вот ситуация среди подростков и в школе в том числе. Это такая первая мысль. Ну, а потом уже, конечно, некий такой ужас от того, что все-таки в столь юном возрасте и совершить такое жестокое преступление по отношению к сверстнику, очень даже так вот сложно воспринимать эту новость было на эмоциональном уровне и как человеку, и как отцу, и как учителю. Ну, вот действительно, мы говорим об особой жестокости. Я напомню телезрителям, на теле 15-летнего Влада Румянцева по версии следствия было обнаружено несколько ножевых ранений. То есть мы говорим не о какой-то там случайной смерти в драке, а вот о таком уже убийстве. Максим Викторович, ну вот вы каждый день общаетесь с детьми. Скажите, вот эта детская жестокость, это реалия нашего времени именно? Ну, я не думаю, что это, ну, только вот данность сегодняшнего дня. Потому что и 30 лет назад, и 50 лет назад, да и 100 лет назад, я уверен, что проявление жестокости, иногда рукоприкладства, это имело место всегда, по большому счету. Единственное, что, может быть, об этом в меньшей степени знали, потому что информационные технологии, естественно, так не были развиты, и какие-то вещи старались, может быть, ну, не афишировать. Сейчас это практически невозможно, и поэтому, конечно, любая такая ситуация вызывает определенный резонанс. Но я не думаю, что сейчас дети более жестокие, нежели это было, ну, какое-то время назад. Единственное, только очень, конечно, пугает, что, ну, вот некое такое проявление безразличия, то есть или, наоборот, получение удовольствия от некой жестокости, то есть интернет просто напичкан роликами, когда кто-то дерется, а все остальные не разнимают, а снимают на мобильный телефон ради того, чтобы потом выложить у себя в социальной сети или выложить на какой-либо канал. То есть вот это, конечно, данность реального времени, да, то есть такой режим онлайн, я хочу себя прославить, я вот такой вот молодец, заснял, и чем жестче, да, тем получается я в большей степени. А какие сегодня вот подростки, да, если мы говорим все-таки о подростках, о 15-летних, какие они сегодня? Дети разные. Есть дети замечательные, хорошие, умные, воспитанные, есть хулиганы, есть сложные подростки, есть дети, с которыми нужно очень-очень-очень внимательно к ним относиться и к ним особый подход. И такие дети были всегда. И тут очень много факторов влияет. Это, конечно, безусловно, фактор семьи, фактор окружающей среды, фактор двора, фактор, безусловно, информационный, потому что этот поток, и в том числе интернет поток, на них обрушивается, и они не всегда могут с этим справиться. Дети разные бывают. И это реальность, и в будущем будет то же самое. Сейчас мы все говорим о новых стандартах образования, о новых высоких требованиях. Часто слышим жалобы родителей, что дети просто перезагружены учебой. И тем временем получаем вот такие истории, как вы говорили, и Москва, и Сегежа. Что школа, как она влияет здесь? Ну, опять же, очень сложно сказать, потому что школы тоже бывают очень разные, так же, как и дети разные. Школа, безусловно, должна быть некой такой, ну, комфортной средой, где ребенок, если он это недополучает дома, если он недополучает это своей компанией, среди своих близких, школа должна быть ему некой комфортной средой и комфортным домом вторым, где бы он чувствовал себя спокойно. И, конечно, наверное, в идеале школа, не только школа, но и школа в том числе, должна стараться предотвращать такие действия. То есть и воспитательная работа. Вы говорите о комфортной среде, но ведь мы же все прекрасно понимаем, что не всегда получается создать комфортные условия для ребенка. И очень часто школа-то вообще превращается у нас в погоне за отметку, за оценку. А, к сожалению, это такова тенденция, это некий стереотип. То есть, получается, мы сейчас пришли, к сожалению, к тому, что школа необходима для одной вещи, для одной процедуры. Это сдача выпускного экзамена. Я сдам хорошо, я поступлю, у меня будет все замечательно. И, к сожалению, здесь давление общества в целом, да, СМИ, родители, учителя, потому что в зависимости от того, кто как сдал и как сдала в целом школа, это тоже очень влияет. И поэтому вот эта агрессия, она вот создается в том числе из-за того, что вот некая погоня за результатом. И зачастую, конечно, когда ребенок, да, понимает, что вот я не поступлю, у них логика очень простая. Я не поступлю, я никто. Я не поступлю, я пойду мести двор. Мести двор никто не хочет. Считается, что это очень непрестижно. И поэтому, конечно, вот человек начинает не чувствовать ценности образования в целом. Школа должна заниматься многими вопросами, в том числе и подготовкой к экзамену. Но это не должно быть главным аспектом. А у нас это стало во главе угла. То есть не развитие человека, не совершенствование его качеств, не развитие его каких-то творческих способностей. Хотя это тоже имеет место быть. Но как только дело доходит до выпускных экзаменов, то тут все табу. Нужно сдать, сдать, сдать. Иначе вот справку получишь, иначе вот идешь вниз по социальной лестнице. Ну вот в такой вот ситуации, к сожалению, мы живем. И тут школа, ну, по большей части, не виновата, потому что среда внешняя, она создает вот эти все условия. Диктует эти условия. Максим Викторович, вы еще сказали одну очень интересную вещь о том, что школа должна предотвращать подобные вещи. Вот давайте вернемся... Стараться. Стараться, да. Давайте вернемся конкретно вот этой нашей сегерской трагедии. Как вы полагаете, должен ли был учитель заметить, заподозрить что-то неладное? И вообще, есть ли у учителя время на то, чтобы разбираться сейчас в личных проблемах ученика? Ну, опять же, очень много факторов, которые на это влияют. И если посмотреть на глубинные вещи, к сожалению, зачастую школа, она бы и рада вот эти вещи предотвращать, но не получается в силу разных причин. Ну, например, на мой взгляд, мое глубокое убеждение, в школе помимо учителей должен работать целый ряд специалистов, психологов, социальных педагогов и других специалистов, которые как раз должны заниматься в том числе и отслеживанием сложных ситуаций, конфликтных ситуаций, стараться их предотвратить. А мы, к сожалению, пришли к тому, что да, у нас есть процесс оптимизации, когда нужно минимизировать в том числе и штат. И мы приходим к тому, что если в школе есть один психолог, то это уже хорошо. Но один психолог, допустим, школа имеет тысячу учеников. Ну, что он может сделать? Он может за всем проследить, он может все это увидеть. Что касается учителя, то, опять же, если у него нагрузка 20-25 часов, а то и 30 часов, 30 уроков в неделю, огромное количество проверки плюс, да, безусловно, какие-то еще обязательства, то иногда в этом потоке очень сложно вот заметить, увидеть и как-то постараться предотвратить. Поэтому тут сказать о том, что могла ли, да, школа, очень тяжело. А как вы считаете, вот к чему мы можем прийти? Вы в начале нашего разговора говорили о том, что это может стать тенденцией. Чего здесь надо опасаться и как это предотвратить? Вы понимаете, мне кажется, тут вообще проблема очень глобальная. У нас после распада Советского Союза не сложилась система ценностей. Чтобы ее создать, нужно, ну, достаточно долгий промежуток времени. Плюс ко всему, все очень в мире быстро меняется, и какая-то система ценностей должна быть. Тоже большой вопрос, да, что должно быть стержнем. Вот у нас нет стержня в обществе, нет вот этого фундамента, на который, как мне кажется, вот мы могли бы опереться. И когда этот стержень появится, то будет значительно легче и проще и предотвращать такие события, и вполне возможно, что их число будет минимальным. То есть, конечно, жестокостью не искоренить, она в любом случае останется. Но вот отсутствие ценностных установок, ценностной вот этой матрицы, парадигмы, мне кажется, это главная причина, именно над этим в том числе должна работать школа, чтобы вот этот стержень ценностный, он у человека сформировался. Спасибо за вашу точку зрения, спасибо, что пришли. Я напоминаю, у нас в студии был учитель истории Державинского лицея Максим Иванов. На этом на сегодня все. До свидания.